Доброго времени суток, друзья! Приветствую вас на канале PolarWolf. Гороскоп и футбол. Гороскоп на завтра. 25 августа 2020 года. Для всех знаков зодиака. Во вторник, 25 августа 2020 года, до 13 часов 53 минут продолжается шестой лунный день. А с 13 часов 53 минут и до 15 часов 17 минут следующего дня – седьмой лунный день. Женская хлопковая блузка с длинным рукавом. С хорошей оценкой. Всего через несколько часов вы сможете купить ее за 743 рубля 96 копеек. Ссылка в описании. Седьмой лунный день. В организме уже накоплено и закреплено достаточное количество энергии луны, чтобы действовать активно и самостоятельно. Поэтому продолжайте свою деятельность, осуществляйте планы. Это время зрелости вашего организма. Вы сами почувствуете, как вас зарождается уверенность в собственных силах. Многие люди в этот день становятся эмоционально восприимчивыми, тонко чувствующими. Не избегайте эмоционального контакта с окружающими, ведь вполне возможно, что в скором времени поддержка понадобится и вам. На всем протяжении седьмого лунного дня над нами давлеет мощь слова. Сегодня все слова обретают силу. Все сказанное вами притворяется в жизнь. А основная работа, которой следует сегодня заняться – работа со своей речью, со словом, с текстами. Чтобы не навлечь на себя неприятностей, следите за тем, что произносите. Ложь и сплетни обладают разрушительной силой. Избегайте их, если не хотите в будущем серьезно заболеть или столкнуться с опасностями. Не давайте пустых обещаний, не желайте никому зла и не заводите бесполезной болтовни, ведь любое сказанное зря слово может обернуться против вас. Например, в древности пифагорейцы в этот день давали обет молчания и на протяжении лунных суток не произносили ни слова. Уделите время работе со своей речью. Попробуйте понаблюдать за тем, как вы говорите. Избавиться от слов паразитов, научиться говорить по существу. Разрушительные действия опасны и непозволительны. Нельзя делать ничего, что приводит к нарушению целостности вещей, ломать мебель, бить посуду, рвать книги и так далее. Особенное внимание уделите бумагам, записям и печатным изданиям. Можно заняться архивами или начать писать книгу. Всем деятелям слова сегодня сопутствует большая удача. День будет удачен для честных и активных людей. Важно оставаться организованным и собранным, привести свой ум в порядок, например, с помощью медитации, здоровья и питания. Сегодня фактически все вам будет удаваться. День можно провести в расслабленном состоянии или за домашней работой. Можно сходить в спортивный зал, заняться спортом, непротивопоказанные любые физические нагрузки. Организм силен, человек чувствует себя уверенно, поэтому ему с легкостью дается любая работа. Также вы можете самостоятельно составить сегодняшнее меню. День подходит как для очистки организма, разгрузящего дня или голодания, так и для небольшого застолья с умеренным потреблением алкоголя. Сегодня уязвимы легкие, поэтому можно простудиться, однако любые болезни, начавшиеся сегодня, легко излечимы. Полезно провести очистку внутренних органов, укрепить иммунитет, приготовить лекарственные препараты. Не рекомендуется сегодня стричь волосы и удалять зубы. Любовь и отношения. Общение с окружающими принесет вам радость. Именно сегодня можно почувствовать все тонкости человеческих взаимоотношений, найти общий язык с кем-то, кому стеснялись или боялись подходить. День удачен для контакта с начальством. Все накопившиеся вопросы будут с успехом разрешены. Если вы сам начальник, то не забывайте хвалить своих сотрудников. Вообще, добрые слова и похвала сегодня имеют огромную силу. Люди становятся чуткими и восприимчивыми, к теплым словам. Но не пытайтесь листить или лукавить. Также избегайте конфликтов и выяснения отношений. Ведь в порыве злости так просто произнести страшные слова, пожелать человеку самого худшего, а потом пожалеть об этом. Помните, что слово не воробей, поэтому контролируйте свои негативные эмоции и не поддавайтесь на провокации. День также удачен для вступления в брак. Семейная жизнь супруга будет полна взаимопонимания и тепла, но может оказаться хрупкой. Любая ссора может привести к разводу. Поэтому в брак желательно вступать людям, лишь очень уверенных в своих отношениях или творческим, одухотворенным личностям. Работа и творчество. Поэты, писатели, журналисты, сегодня ваш день. Все, кто работает со словом, обретут удачу, поймают вдохновение. Такой же удачей обернется день и для студентов, если сегодня им выпадет сдавать экзамены. Благоприятен день и для научных сотрудников и их изысканий. Бизнесменам следует действовать с осторожностью. Можно решать финансовые вопросы, но не очень важные. Все крупные дела, в том числе операции с недвижимостью, лучше перенести. Полезно отстаивать свое мнение и бороться за справедливость. Коммуникации с чиновниками будет удачной. Можно попробовать поискать новых партнеров, ведь сегодня люди как никогда готовы к общению и к сотрудничеству. Мабию слова могут использовать рекламщики и ораторы. В седьмой лунный день убедить в чем-либо большую группу людей не составит большого труда. Рожденный в этот день наделен большими талантами, однако сами по себе они не раскроются. С рождением ребенок должен быть окружен вниманием и заботой родителей. Поддержка со стороны родственников поможет ребенку реализовать свои таланты. Кроме того, у людей, рожденных в седьмые лунные сутки, отмечается крепкое здоровье. В зависимости от воспитания и влияния окружающих, они могут стать блестящими общественными деятелями, ораторами, за которыми пойдут многие-многие люди. В худшем случае человек может оказаться сплетником, пустомелей, поверхностной и приземленной личностью. В седьмой лунный день слово наделено силой не только на его, но и во сне. Поэтому при толковании снов этого лунного дня особое значение придают не столько образом снов, сколько тем словам, которые вы во сне произносите. При серьезном подходе к трактовке сна вы можете получить весьма полезную информацию. Например, понять, какие вопросы повседневной жизни требуют решения, или найти ответ на вопрос, связанный с духовной стороной. Считается, что во сне седьмого лунного дня может прийти откровение. Знаком для этого может служить, если вы во сне увидите духовную личность. В этом случае к словам, сказанным во сне, рекомендуется отнестись особо внимательно. Сад-огород. Модный женский повседневный пуловер с капюшоном и длинным рукавом. По очень привлекательной цене. Ссылка в описании. Седьмой лунный день в целом благоприятен, в том числе и для садоводства. В соки растений стремятся от корня к верхушкам, что ведет к накоплению силы и усиленному росту. В этот период садят и собирают урожай культур, у которых съедобной является наземная часть. Но тем не менее, этот лунный день хорош и для сбора корнеплодов. На растущей луне растения способны больше впитывать влаги, поэтому в этот период рекомендуют обильный полив. Вследствие активного роста и интенсивного накопления полезных веществ, в эту пору рекомендуют проводить подкормку, прививку, черенковку, пересадку и посадку культур. Помимо этого можно обрабатывать землю, собирать семена. Не рекомендуется обрезать деревья и пикировать растения, когда луна находится в водолее. Нежелательно в этот период убирать листву и ботву. Если вы готовите участок перед посадкой, будьте осторожны. Инструментом можно повредить новый порос и корни, что может привести к их заболеванию. Кроме того, в седьмой лунный день, как впрочем и во всю растущую луну, хорошо делать заготовки на зиму, не подвергающиеся термической обработке. К ним относятся засолка и квашенье. Желаю всем хорошего и удачного дня! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Ваш Полар Волф